А перед просмотром этого видео я хотел порекомендовать канал Кубок Поршня, на котором уже 10 тысяч подписчиков. Этот парень снимает стоп-моушены, также различные распаковки и супер офигенные другие видео. Так что, если ты не подписан, обязательно заходи к нему и подпишись. Ссылку на видео я оставлю в описании под этим роликом. Ссылку на видео я оставлю в описании под видео. Это у нас такой вот гонщик, и его зовут Бобби Свифт. Вот как вы видите, он у нас выглядит вот так. И он у нас в упаковке по тачкам 3. Конечно, вы знаете, что сейчас вышло практически много всяких других упаковочек, более современных и также различных стилистик. Но, наконец-то, спустя полтора года, наконец-то у меня этот герой, и я на него снимаю обзор. Ну что ж, давайте мы, наконец-то, его откроем и на него внимательно посмотрим. Вот, посмотрите, как у меня получилась такая картонка. Ну и, наконец-таки, вот наш Бобби. Как вы видите, здесь на подставке написано Бобби Свифт на трёх языках и даже на русском. И давайте мы его достанем из защитной плёночке. Вот. И вот он у нас Бобби Свифт. Наконец-то я его у себя имею. Потому что его уже практически имеют многие. Ещё, наверное, с появления тачек 3. А я его приобрёл только сейчас. Ну что ж, давайте сначала мы его внимательно посмотрим. Здесь у него, кстати, номер написан 19. Также мы видим, что у него здесь спонсоры. Но они, к сожалению, немножко съеханы. Это уже и так было, в принципе, понятно. Взгляд у него практически нормальный такой. Здесь у него глаза зелёные. Спонсор у него Octane Gain. Ну и также он у нас под номером 19. Также он у нас выглядит вот с этой стороны. Здесь написано Octane Gain везде. Ну и также у него жёлтая обводка на колёсах. И также здесь написано Lighter. Это у нас гонщик среднего поколения. И вот он у нас выглядит примерно вот так. Так, давайте мы его сначала сравним с журнальным Бобби. И мы наконец-таки на него посмотрим. Значит, можно сравнить, что журнальный Бобби потемнее выглядит. Ну и также у него здесь на крыше мелким написано Бобби Свифт. И оно здесь над жёлтой. Над жёлтым таким узором. Ну а здесь он сделан практически на самой жёлтой вот такой полосе. Ну и единственное тут практически отличие ещё есть. Это то, что... Тут мелком написано номер 19. Оно прям было таки под фарой. А здесь оно немножечко... Съехано, можно так сказать. Ну и вот, в принципе, это у меня четвёртый гонщик нового поколения. Потому что у меня есть... Первый я приобрёл Бенса Зинуса, или по-английски Брикьярдли. Потом у меня идёт Кэл Уэзерс. Это гонщик 42 Динака. Потом я имею Терри Каргаса. Это у меня трипл Дентга. И под номером 31. И, наконец-таки, у меня появился Бобби. То есть, вот у меня здесь четыре красавчика. И я, наконец-таки, рад, что у меня появился Бобби именно как от Мотел. Ну что ж, теперь давайте переходить в конец этого ролика. И я, как обычно, расставлю оценки. Ну что ж, давайте подводить итоги этого обзора. Картонке самой я ставлю 5 баллов, потому что она нигде практически не помята. И особо здесь ничего такого нет. Упаковке самой я ставлю тоже 5 баллов, потому что она у меня практически... На ней подставка присутствовала. И тем более, что она тоже была не такой уж и мятой. По поводу машинки, что можно сказать? Краски самой вот я ставлю 4 балла, потому что она у меня где-то съехана. И практически некоторые буквы на крыльях и также еще где-нибудь на машинке самой. Они у меня практически иногда слиплись, и мне это не очень приятно. Колесам я могу поставить 5 баллов, потому что они практически хорошо сделаны, крутятся. Нет никакого эффекта, что прямо... Что прямо они очень плохо работают. Меня практически все устраивает. Итог вы видите перед вами. Своё мнение об этой машинке пишите в комментариях. Своё мнение я уже сказал. И, наконец-то, я ещё раз могу сказать, что у меня вся троица практически собрана. Осталось собрать только Молнию МакКуина. Ну и давайте я вам ещё покажу бонусом коллекцию из журнала. Они, конечно, гораздо поменьше, но, тем не менее, в принципе, вот такая вот у меня коллекция. Ну всё, ребята, это был канал Ильяу Ван. Подписывайтесь и ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч, ребята. Всем пока. Нужно было приобрести его раньше.